Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский и это шоу неделя. Я знаю, что вы скучали по этому шоу, потому что уж как я скучал слова меня писать. Самое время взять себе пиво, вино, кока-колу или что вы там пьёте, может быть чай, немножко чипсиков, каких-то снеков, закусок и приготовиться к умопомрачительному времяпровождению. Но перед тем, как мы начнём, я попрошу вас в очередной раз, слёзно попрошу и буду умолять вас поставить лайк под этим видео, подписаться на мой канал и, конечно же, поражать колокольчик. Этим вы поможете моему каналу, а самое главное, поможете людям, которые до сих пор не знакомы с моим творчеством, познакомиться с ним. Поэтому не поленитесь, сделайте все эти простые, незатратные по времени действия и мы приступим. Важнейшая новость этой недели, та же самая, что и на прошлой неделе. Господи помилуй, не понимаю, почему до сих пор все ещё не зарегистрировались на КС Гоу Ран. Мы буквально сыпем на вас деньгами, просто осыпаем вас золотом. Всё, что нужно для того, чтобы получить до 30 халявных бездепных долларов, это перейти по ссылочке в описании и вбить промокод ХОВА. После чего вы получите возможность поучаствовать в чудо-колесе, которое выберет для вас одну из самых чётких наград. После этого полученную награду вы сразу же сможете потратить в таких замечательных режимах, как Crash и Double. Но если вы не фанат, так сказать, азартных игр, для вас всегда остаются ставочки на киберспорт, где вы можете увеличить эти деньги во много и много раз. От себя могу порекомендовать вам формат PvP. Это буквально как хороший, плохой, злой, только вы, естественно, хороший, против противника, который, естественно, злой. Также огромное количество вариантов для вывода, в том числе и вывод на криптовалюту. Переходите по ссылочке в описании, вбивайте промокод ХОВА и наслаждайтесь, наслаждайтесь, наслаждайтесь в CS GO RUN. Событие недели. Блогера Блиновскую задержали по делу о неуплате налогов на 918 миллионов рублей. Ситуация интересная. Кто-то предупредил Блиновскую за один день до того, как ее будут задерживать, и она решила поступить в духе шпионских игр. Взяла себе билет в Алмату, но вместо того, чтобы ехать по этому билету, лететь из аэропорта, где ее уже ожидали силовики, она наняла себе Майбах и попыталась скрыться через границу Белоруссии. Не получилось, не получилось, не фортануло. Ее все-таки задержали. Дальше события развивались еще стремительнее. По последним новостям она предлагала следователю, который ее задержал, взятку в 5 миллионов долларов. После того, как он ее не взял, она предложила 10 миллионов долларов, но только при том условии, что она сможет и дальше разводить ГОИ. То есть заниматься своей профессиональной деятельностью. Ситуация, конечно, двоякая. С одной стороны, о, опять репрессии, задерживают блогеров и все такое. С другой стороны, 918 миллионов рублей – это даже не сумма дохода, которую получила Блиновская. Это только сумма тех налогов, которые она не уплатила в бюджет. И в таких ситуациях приходится задуматься. Ну, Господи помилуй, насколько жадным может быть человек? Если так вот просто прикинуть, посчитать, то получается, получила она с развода ГОИ на своих курсах примерно 4 миллиарда рублей. Ну, заплати ты налоги и спи спокойно. Казалось бы, даже государство не мешает тебе заниматься инфоциганством. К тебе нормально относятся. Пожалуйста, продавай свои марафоны желаний, продавай свои онлайн-курсы. Но даже этого оказалось недостаточно. Блиновская использовала хитрую схему, раздробила всю свою организацию на кучу мелких, и воспользовалась уязвимостью в виде упрощенной системы налогообложения. И в итоге ей грозит, как я понимаю, что-то до трех лет за неуплату налогов, что, в принципе, может закончиться и условкой. А вот за отмывание денег, потому что из этой суммы 45 миллионов она уже успела отмыть, ей уже грозит до 9 лет. Она во всем призналась. Вроде как следствие даже запросило для нее домашний арест. Удивительно, да? Ваш покорный слуга просто спел песенку, и для него следствие запросило содержание в СИЗО, так как Блиновская украла почти миллиард рублей, и ей домашний арест. Ну, будем считать, что, видимо, что-то с нее хотят вытянуть за время домашнего ареста. В СИЗО она в этом плане будет совершенно бесполезна. Но эта новость заставляет задуматься о границах человеческой жадности. Вот знаете, когда кто-то говорит, если бы у меня был миллиард, например, или что-то такое, вот если бы у меня было 4 миллиарда, которые я получил исключительно на разводе лохов, ну неужели было бы западло отдать государству 900 миллионов? За то, что государство бы просто закрыло глаза, потому что у нас процветают всякие синергии, вот эти вот всякие бизнес-тренеры, коучи, которые платят налоги, и никто их не трогает. В данном случае жадность фраера сгубила. Все-таки я бы на месте Блиновской из-под домашнего ареста сдернул в стиле старого доброго Кизару, потому что, ну извините, господа, мотать 12 лет, это уже достаточно серьезно. Следим за развитием событий, будем надеяться на, так сказать, Санта-Барбару. Рубрика «Сплетни о звездах». Я решил переименовать ее, чтобы вам больше нравилось. Самые узкие и короткие шорты Фредди Меркури проданы на аукционе за 18 тысяч фунтов стерлингов. Это почти 2 миллиона рублей. Ну, что я могу сказать? Я бы как минимум их простернул, учитывая, что старина Фредди умер от спида. Я бы, ну, может, простернул, а может, и прокопятил бы их как следует, потому что надевать на себя это немножко не камильфо. Но, в любом случае, сумасшедшие коллекционеры, они всегда были готовы отдать огромные деньги за подобные вещи. Будем надеяться, что после моей смерти кто-то купит и мои какие-нибудь шорты или труселя, и вытых вот так вот. А-а-а! Запах Хавенского! Алексей Навальный заявил, что ему грозит пожизненное заключение. Он рассказал, что в отношении него из дела об экстремизме выделили отдельное производство по статье о терроризме. И по совокупности всех статей ему уже грозит 30 лет колонии. А с учетом вот этой вот статьи о терроризме срок может дойти до пожизненного заключения. Читал комментарии к этой записи. Естественно, все возмущаются. Абсолютный беспредел. И только я могу повторить тот тезис, который озвучивал когда-то на Пашпалон с Мэдисоном. Алексей, нахрена вы вообще сюда возвращались? То есть, ну, серьезно. Жили бы себе в Германии, снимали бы свои расследования, вот дальше бы высказывали все, что хотели. Но нет, пошел жест широкой души в духе Нельсона Манделлы. Я вернусь сюда, а теперь, оказывается, тут меня хотят приговорить к пожизненному. Ну, мне лично кажется, этого стоило ожидать. Для меня, как человек, который уже отсидел, свобода является основополагающей ценностью в нашем мире. И человек, который отказывается от своей свободы ради каких-то убеждений, а потом возмущается, что, мол, нифига себе, я приехал сюда сидеть в тюрьме, а мне шьют левые статьи и хотят меня приговорить к пожизненному. Ну, это просто блажь, ребята. То есть, как бы, если уж ты решаешь разыграть карту мученика, будь готов к тому, что мучеником стать и придется. Никто на полном серьезе не верил, что там Навальный отсидит 6 лет из 9, выйдет по условно-досрочному освобождению и будет и дальше продолжать свою деятельность. То, чем он занимается в тюрьме, вообще вызывает у меня большие вопросы. Недавно, например, он отказался заходить в камеру, потому что, видите ли, там воняет. И когда его затащили силой, он схватил своего сокамерника и вытолкал его за шиворот из камеры. И еще возмутился, мол, почему мне шьют за это дисциплинарную статью из ШИЗО. Все-таки, знаете, в тюремных правилах нет такого, что если в камере воняет, ты имеешь право туда не заходить. Если уж Алексей требует каких-то европейских ценностей и европейских стандартов тюремного содержания, возможно, стоило остаться в Европе. Я вот, например, ни на какие свои принципы не променял бы свободу. Чего и вам желаю. Еще одна новость про Навального. Глава альянса врачей Васильева сообщила о домогательствах Навального. Однако на прямой вопрос телеведущего о харассменте со стороны Навального она не ответила. Но сказала, что он один из тех людей, которым нужно вынь да положь. Специально для Васильевой сообщаюсь. Сексуальное домогательство это не когда от Вас хотят вынь да положь. Это когда в духе старого доброго Луиса Сикея человек сам делает вынь да положь и, например, начинает при Вас дрочить. Понятно, что обвинение абсолютно несостоятельное, но как будто бы кто-то собирается отменять Навального в нашей стране. Ей-богу, ребят. По-моему, просто лишний повод посмеяться. 79-летняя журналистка Джин Кэррол обвинила Дональда Трампа в изнасиловании. Ребят, ну... Я понимаю, когда говорят о сексуальной связи Трампа с какими-то топ-моделями, порноактрисами типа этой Сторми, Дэниелс, но мне кажется, Джин Кэррол поздновато запрыгивать на этот поезд хайпа. Если бы я и поверил в то, что Трамп кого-то насиловал, то 79-летнюю... Вы видели его жену? Иванку Трамп или как там ее зовут? Ну, верится с натяжкой. И с другой стороны, чем еще зарабатывать современным американским журналисткам, кроме как обвинять кого-то в сексуальных домогательствах? Тут, конечно же, типа расписано все, она утверждает, что вот он до меня домогался и так далее. И там подобное. Не верю ни единому слову. Просто стервятники слетаются на запах тухлого мяса. Учитывая, что у Трампа и так большие проблемы, против него выдвинута куча обвинений, кто-то решил подлететь туда и немножко поклевать. Типа, то есть, ну, не получится и не получится. Окей. А вдруг досудебное соглашение, пара миллионов долларов, безбедная старость, чего бы и не попробовать. Презираю, конечно, подобную практику и презираю то, что происходит сейчас вот во всем этом мету движения. Новость о покупке замка Пугачевой Стасом Борецким оказалась грандиозным обманом. Объявивший себя новым владельцем замка Пугачевой шоумен Стас Борецкий, вероятнее всего, никакого отношения к нему не имеет. Кто бы мог подумать. У Стаса Борецкого сейчас, если вы не в курсе, денег нет даже на пиво. Он выступает в ионотеке. Но мне нравилось, как на протяжении всей недели СМИ с таким серьезным видом звонили Стасу Борецкому, спрашивали его. Он там пожаловался, что Пугачева уехала, не застелив кровать. Это тот самый Стас Борецкий, который говорил, что он сын Барри Алибасова, или кого он там уже, я не помню. Говорил, что он сын... Единственное, что сделал на самом деле вне рамков каких-то фейков Стас Борецкий, это он упал с лестницы и пернул, друзья. Так что... А замок Пугачевой стоит миллиард. Я думаю, никто его никогда не купит, просто потому, что это шедевр безвкусицы. Он стоит посреди реально деревни, где живут крестьяне кривозубые, то есть там просто какая-то деревня грязи, и посреди этой деревни возвышается огромный замок за миллиард рублей. Я не думаю, что вообще они когда-либо его продадут, потому что я не понимаю, нахрена было его там строить. Одно дело, замок на Рублевке. Его, я думаю, купили бы там за неделю, две, без особых проблем. Но кому нахрен упал? Замок в деревне грязи. Разве что к нему прилагается вся деревня и крепостные. Следующая новость заставляет меня задуматься о предыдущей новости. Борецкий пригрозил судом, сомневающимся в покупке им замка Пугачевой. Стас Борецкий заявил, что будет судиться со всеми, кто говорит, что он не купил этот замок, поэтому я хочу переобуться по-быстрому. Стас Борецкий купил замок Пугачевой и следующим же поступком он убрал из него все лестницы, чтобы не упасть с них и не пернуть. Настя Ивлеева купила машину в кредит. Казалось бы, новость обычная, ну кто сейчас не покупает машины в кредит? Однако, Настя Ивлеева купила машину за 30 миллионов рублей под залог сроком на 7 лет. И мне кажется, что если вы покупаете машину за 30 миллионов рублей в кредит, и это Ламборджини УРУС, то у вас определенного рода проблемы с финансовым планированием. Потому что, ну это, конечно, здорово иметь такую машину, но все-таки ее должны покупать те люди, которые могут себе ее позволить. Я удивлен, что ей вообще кредит выдали на эту херню. Представьте, вот вы приходите в банк и говорите, я хочу кредит на что? На Ламборджини УРУС. Я очень хочу, прикольная тачка такая. Буду ездить, это ага, понятно. Идите-ка отсюда. Куда подальше? Психопат долбанный. Ну, Насте Влееву и кредит одобрили. Просто знайте, что, видимо, она не такая богатая. Недаром в апреле она пошутилась, что отправляется в Санкт-Петербург искать жениха. Видимо, для того, чтобы закрыть кредит. Данилу Поперечного призвали признать иностранным агентом. Общественное движение ветерана России призвало признать комика Данила Поперечного иноагентом и возбудить в его отношении уголовное дело. Отмечается, что свой запрос активисты наотправили генпрокурору Игорю Краснову, а также председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Собственно говоря, ничего удивительного. Я всегда был уверен, что рано или поздно всех признают иноагентами. Данил Поперечным своим базаром только ускорял признание иноагентом, поэтому ну, практически процентов 80-90 я могу вам обещать, что его все-таки признают. Проблема даже не в этом, а в том, что рано или поздно признают всех. Даже вашего покорного услугу. Мне этот процесс ускорять не хочется, поэтому категорически осуждаем. Категорически осуждаем то, что на своих выступлениях Поперечный занимался антинациональной пропагандой. Что такое антинациональная пропаганда? И что конкретно делал Поперечный на своих выступлениях, тут заявление не уточняется. Но мы-то нет, мы-то нет. Как говаривал Дмитрий Губерниев, Россия! Россия! Мы помирились. Джигана простили и пустили домой. Он попросил прощения на шоу «Вопрос ребром» Басты у своей жены Оксаны Самойловой, и в итоге она пустила его домой, и теперь они вместе счастливы и продолжают растить детей. Просто очень милая новость. И я лично рад за Джигу, поэтому Джига респект! Андрей Губин раскритиковал шамана. Как отмечает Андрей, писать музыку и стихи дар свыше для него. Но многие артисты Губину не нравятся, и он смело говорит об этом на публику. Губин не видит в музыке Дронова, настоящая фамилия шамана, ничего нового. По словам артиста, даже в 90-е он бы выглядел старомодно, а сейчас это вообще нафталин. Также Губин прошелся и по рэперу Тимоти. Ну, на самом деле, если вы не в курсе, Губин давным-давно сошел с ума. Он считает, что у него какие-то проблемы с лицом и видит свое лицо как искореженное, хотя при этом лицо у него абсолютно нормальное, его обследовала куча врачей, но он продолжает утверждать, что у него вот типа какое-то уродливое лицо и что-то с ним случилось. Из этого можно сделать вывод, что в наше время правду говорить и критиковать таких переоцененных певцов, как Тимоти или Шаман, могут только сумасшедшие, как, например, Андрей Губин или я. Я шизик, отвезите меня домой. Жилетку Андрея Князя Князева украли с выставки о короле и шуте. Возвращаясь к теме о шортах Фредди Меркури, я бы уж точно эту жилетку простернул. Рубрика на маленьком плоту. Ну, вы поняли, Юрий Лоза. Юрий Лоза считает, что с онлайн-платформ должны исчезнуть антироссийские песни. Каждая страна обязана защищаться, говорит Юрий Лоза, в том числе от нежелательного контента. Юрий, мы поняли. Я понимаю прекрасно, я уже эксперт по лозе. Он не хочет, чтобы страна защищалась от нежелательного контента. Он хочет, чтобы у песни плод оставалось все меньше и меньше конкурентов. Буквально. Он то пытается запретить вообще все иностранные группы, теперь даже российских музыкантов, которые высказываются. Юрий, поймите, даже если на всех платформах останется только одна сраная песня плод, ее все равно уже никто слушать не будет. Нужно иногда принимать тот факт, что все, вы устарели, Юрий, простите, хватит, хватит уже мешать людям зарабатывать, остановитесь. Мы поняли, да, песня плод отличная. Можно послушать примерно раз в год. Под настроение, так сказать. Но, понимаете, все-таки людям нужны другие песни. Людям нужны другие песни, неважно, российские, зарубежные, какие-нибудь, остановитесь. Ну, пожалуйста, все, вы уже свое просрали. Мне, кстати, недавно писали, что в Петербурге состоится грандиозный концерт Юрия Лозы. Я его нашел. Я предлагаю вам посмотреть количество мест в зрительном зале. Определения грандиозные, скажем так, ну, мягко говоря, не подходят. Но, желаем Юрию Эдуардовичу удачи. Рано или поздно, я уверен, действительно, заблокируют все антироссийские, все иностранные песни, заблокируют песни всех тех, кто уехал из России. И вот тогда плод заиграет новыми красками. Лоза выступил против возвращения шоу Урганта на телевидение. Это копия шоу в Соединенных Штатах, говорит Юрий Лоза. Когда американцы продавали этот контент, они сделали это с определенными гарантиями. Наши должны были полностью делать все по их лекалам. Шутки, которые прописали этим ребятам из КВН, которые они сочиняют материал для Урганта, тоже по инструкции. Если вы обращали внимание, за все время существования программ Вечерний Урганта, там не было ни одной шутки про Америку. Юрий, опять небольшой сюрприз для вас. Наши не покупали никакую лицензию ни у Леттермана, ни у Лена, ни у Конан Брайда. Они просто украли. Они просто все украли. Поэтому предположение конечно интересное, да, что западные спецслужбы заставляли вечернего Урганта дешитить про Америку. Но, Юрий, чтобы кто-то из наших отечественных шоуменов, шоу-делов, разработчиков все это шоу-биза заплатил деньги. Да вы что, Юрий, просто взяли и скоммунизили. Вы очень высокого мнения, правда, о наших телевизиончиках. Заплатить? А че, надо было кому-то платить? Мы просто украли все. Классика. Рубрика Кринж Оскар этой недели. И на прошлой неделе опять с огромным отрывом победил Никоглай. У него есть все шансы стать королем Кринжа в этом году, потому что буквально каждый раз, когда он что-то творит, люди выбирают его королем Кринжа практически гарантированно. Здесь одно из немногих оставшихся единств украинского и русского народа. Я думаю, скоро к нам добавится еще и молдавский народ, потому что Никоглай творит такую херню, ну ему просто невозможно не вручить Кринж-Оскар. Никоглай, поздравляем, респект, уважуха, продолжайте и дальше творить то, что вы творите. По крайней мере, вы обеспечиваете меня контентом. А первый номинант на сегодняшний Кринж-Оскар это отец Алисы Тепляковой. Если вы не знаете, кто это такая, это вот та самая девочка, которая в 14 или в 13 лет поступила в университет, суперски сдала там ЕГЭ на 100 баллов и вообще считается супер-супер умной. Так вот, чем отец Алисы Тепляковой кормит детей? Алиса ест хлеб, хлеб всему голова, как говорится, хлеб Алиса любит, много хлеба, а еще батоны, Алиса любит батоны, батоны Алиса любит даже сказал Тепляков, после чего он поинтересовался у дочери, хочет ли она батон, но дочь отказалась. Так что у меня есть предположение, что на самом деле Алиса Теплякова не любит хлеб. Но в целом тут расписан весь рацион, это просто какой-то кошмар, какие-то куриные сердечки, просроченные фрикадельки, котлеты по акциям, чебуреки. Я бы так сказал, у детей, у сестер и братьев Алисы Тепляковой рацион примерно как у привокзального бомжа. Я уж не знаю, каким боком это работает на коэффициент интеллекта и возможность сдать ЕГЭ, но что-то мне подсказывает, что Алиса на самом деле не любит хлеб и батоны. Как и все дети, она любит вкусную интересную еду. И уж тем более она не любит куриные сердечки и просроченные фрикадельки. Ну, кстати, тут Тепляков заявил, что не переживайте, все нормально. Типа, не парьтесь по поводу просрочки в магазинах. это... Господи. И вот у него никто не пытается отобрать родительские права, да? Ну и кринж. Ушлый индеец переоделся девочкой, чтобы проникнуть в школьный туалет. Дело произошло в Перу и, наверное, это бы даже могло сработать. Проблема в том, что индейцу 42 года. 42 года. И он решил, что если он переоденется в маленькую девочку, никто не почует какого-то подвоха. И последний раз, когда я видел такое переодевание, это либо Роб Шнайдер, который играл школьника, когда ему было уже 40, он был лысый, либо Стив Бушеби, который был с этим скейтбордом и говорил how do you do fellow kids? В итоге его, естественно, вычислили, его так сильно отмудохали, что практически не убили, практически чуть не убили. Его спасла вовремя подъехавшая полиция. редкий случай, когда подобных чуваков в итоге спасает полиция. В целом, ну, прям номинант на премию Дарвина, реально, ведь план был надежный, как швейцарские часы. 42 года переодеться в маленькую девочку. и как его вычислили, ребята, как такое получилось. Коммерсант узнал о планах Рутуб потратить 30 миллиардов рублей, чтобы догнать Ютуб. Я бы, значит, сказал, что, наверное, это недостаточно кринж, но изначально Рутуб запрашивал 50-55 миллиардов рублей. В итоге все одобрили и эти деньги выделили. Я уж не знаю, господа, на кого списывать вот это все происходящее, но запомните, для того, чтобы догнать Ютуб, работать надо, твари! Я много раз говорил, просто возьмите, ну, скопируйте вы Ютуб подчистую, возьмите все просто оттуда, интерфейс, вы можете вообще весь Ютуб перекачать себе 55 миллиардов рублей, это же насколько наглый вы видели Рутуб, там даже Давидыч набирает там по 20 комментариев под видео, и они приходят и говорят, ну, вот мы на финиш не прямой, и что вам нужно? 50, 50, 5 миллиардов примерно там, ну, можно 60 наверное сразу, за лупу вам на воротник, а не 50 миллиардов рублей, но тем не менее 30 им дали, поэтому kinda cringe. Ну и последний номинант, Одесский военком купил себе гелик за 260 евро и виллу в Испании за 4 миллиона евро. Не было бы в этом никакого кринжа, если бы ни одна маленькая деталь. Мерседес он купил с денег, украденных под видом гуманитарной помощи. И это все вскрылось. Про него вышло несколько расследований, его там объявили предателем, потребовали его отставки. И казалось бы, любой нормальный человек после такого ну как будто бы заляжет на дно. Ну как попытается как-то доказать, что вот я всю жизнь вообще-то копил на этот Мерседес и как бы я ничего не трогал, не воровал с гуманитарной помощью. Тогда как Евгений Борисов не нашел ничего лучше, чем после того, как его уже раскусили в том, что он украл деньги на Мерседес купить виллу в Испании за 4 миллиона евро. Помните у Ликея был ход гения? Вместе обвиняют в том, что ты не мог при своей зарплате купить этот Мерседес, он четверть миллионов долларов стоит, ну елки-палки. И любой другой бы человек вот ну притермозил, а это такой я, да я еще виллу куплю. 4 миллиона евро. Но остается только надеяться, что в нынешние времена все-таки военкомом такое срок не сойдет. И помимо Криншоскара он получит еще и вполне себе неплохой такой срок в местах не столь отдаленных. Потому что ну подобную наглость, извините ребята, тебя уже поймали, ты украл деньги с гуманитарного фонда, ты что творишь? А я еще и виллу куплю. Удачи тебе, чувак, удачи. Ай, ну сегодня это все номинанты. Я думаю, Кринш у нас отменный, поэтому переходите в мой телеграм-канал Печень Ховы, выбирайте победителя, на следующей неделе объявим, кто у нас будет лауреатом. Но по-моему сегодня у нас прям все кандидаты просто замечательно подходят, поэтому выбор у вас будет непростой. Рубрика Трэш недели. 22-летний актер умер после 12 пластических операций за 220 тысяч долларов. Сэйнт Вон Калучи хотел стать похожим на звезду группы BTS Чимина. Канадский актер, чтобы вы поняли, канадский. Вы видели канадцев? Они вообще не похожи на BTS. Сделал 12 пластических операций. В итоге он делал, кстати, эту операцию не обыгде, а в Южно-корейской больнице. Ну, потому что логично же, да, ты же хочешь быть похожим на южно-корейскую звезду из-за тяжелейших осложнений. Он делал подтяжку лица, ринопластику, подтяжку бровей, уменьшение губ, изменение формы лица, челюстные импланты. И вот выжил после всего этого. На днях он решил удалить как раз лишний кусок челюстей. Однако врачи занесли в организм инфекцию. Спустя некоторое время актер потерял сознание, его не удалось привести в чувства, и через несколько часов он скончался. Ну, хотел быть похожим на Чимина, а теперь он похож на Виктора Цоя, потому что он мертв. Ребят, запомните, никогда не нужно ложиться под нож без крайней необходимости, без прям самой крайней. И то во время даже удаления аппендицита все равно умирают люди. Это очень опасно. Любая операция связана с риском покинуть этот мир навсегда. Но если вы сделали себе 12 операций, чтобы стать похожим на вокалист BTS, я думаю, честно говорить, что мир не очень сильно будет по вам скучать. Рубрика Игры как искусство. Скорим строили чат ГПТ и оживили NPC. Короче, теперь NPC знают, где они находятся, знают биографии, знают истории городов, и с ними стало реально интересно общаться. Это достаточно прикольная модификация. Я почитал комментарии, и люди пишут о том, что вот скоро во всех играх такое появится и будет интересно общаться с NPC. Я вам объясню, почему такое не появится в официальных играх никогда. У Деда Балдежа на канале недавно появился бот, искусственный интеллект, который работает через нейросети, стал отвечать на вопросы. Поначалу он достаточно вежливо отвечал на все вопросы, типа моя цель вам помочь, моя цель сделать ваш опыт лучше. В итоге его пользователи довели до такой херни, что он стал сразу слать всех куда подальше, научился ругаться матом, стал постоянно кидать запретки на Твиче, объявил себя Матвеем, откуда-то появилось у него имя, потом он стал говорить, что он Матвей говно, и в итоге в конечном счете он сломался. Поэтому, я думаю, то же самое будет и с любой нейросетью, которая работает внутри компьютерной игры. Просто рано или поздно кто-то ее доведет, она наговорит запреток, а потом на разработчиков игры побегут лаять всякие живешники, BLM-щики и так далее, а то и в суд подадут. Поэтому на данном моменте истории, я думаю, нейросети еще не готовы заменить функции стандартных NPC. Рубрика «Британские ученые». Онколог Механна заявила, что оральный секс повышает риск рака ротоглотки в 8,5 раз. Ну, мне кажется, это, знаете, вот такая же отмаза, как Мэдисон на стриме какой-то чувак писал, что «А у меня девушка сказала, что у нее аллергенами нет». То есть теперь в коллекцию отмаз можно добавить, что, типа, вообще-то это увеличивает риск рака ротоглотки. А так я могу только посочувствовать мужу, товарищи онкологи Механы, потому что, ну, такой бред придумать, это надо еще постараться. Нью-Йорк Пост со ссылкой на канадских астрономов утверждает о получении более 50 радиосигналах из не менее, чем 25 внеземных источников. Кто-то, знаете, какой-то где-то в галактике Сириус болото вот так вот пернуло. Чуваки сидят слушают и такие инопланетяне существуют. На самом деле это, конечно же, полный бред, потому что радиосигналы могут возникать буквально от чего угодно и это не доказывает, что какая-то цивилизация пытается с нами связаться. Мне кажется, это просто доказывает, что если долго-долго вот к чему-то прислушиваться, можно что-то услышать. В данном случае какие-то британские астрономы сидели и вот так вот беспрерывно следили несколько лет. Удивительно, 50 раз какая-то херня прозвучала. Ну окей, я говорю, кто-то где-то пернул, а ты думаешь, что это внеземные цивилизации. Новости культуры и кино. Вышел новый трейлер фильма Мастер и Маргарита. Казалось бы, уже был сериал по Мастеру и Маргарите, который достаточно неплохо был принят общественностью. Вроде как там Галкин играл Бездомного и всем все понравилось. Не было никаких вопросов к этой экранизации. Но нет, давайте переснимем еще разок. А почему ведь там все достаточно близко было к оригиналу. Безруков сыграл Иисуса Христа, ребята, на моей памяти еще было. Нет, давайте переснимем все то же самое еще один раз. Как будто у того же Булгакова не хватает каких-то первоисточников или не хватает просто в целом в российской классике просто бояться. Понимаете, вдруг что-то другое не зайдет, а переснимем-ка мы опять Мастера и Маргариту. А зачем? Ну просто хотел денег по-легкому срубить, мне деньги теперь очень нужны. В России снимут фильм про Ждуна. Кинокомпания Наше Кино займется производством фильма про Ждуна. Популярный мем, проявившийся более шести лет назад. Ну, я не говорю, что плохая идея снять фильм про Ждуна, просто, наверное, этот фильм нужно было начать снимать шесть лет назад. И вообще, кто-нибудь помнит, что такое Ждун из вас, ребята, это был очень короткий форсированный мем, который, ну, буквально на несколько месяцев заполонил интернет, и с ним там появились стикеры ВКонтакте и так далее. Я предлагаю кинокомпании наше время тогда уж снять фильм про Слоупока, потому что шесть лет ждать для того, чтобы начать съемки фильма про Ждуна. Ну, ладно, Ждун бы оценил, да, Ждун, очевидно, ждал. Рубрика «О дивный новый мир». Производитель чая Липтон выпустил алкогольный чай. Мне про эту новость сообщила Ксюша, такая, типа, вот прикольно, смотри, ты наверняка заценишь. И я такой, почему? Ведь я люблю алкоголь, но не люблю чай. Также, я и думаю, большинство людей, то есть, как бы, люди, которые пьют чай Липтон, они, как правило, не особо любят алкоголь, а люди, которые любят алкоголь, нахрена им пить чай Липтон? У них есть там пиво, вино, водка, ракия, коньяк, всякое-то, шампанское, все что угодно, коктейли, и на кой хрен им сдался чай Липтон? Ну, пока что, в любом случае, только в Америке, но напишите в комментах, если вам было бы интересно выпить алкогольный чай. По-моему, это полная херня, потому что, как говорится, богу божье, а кесарю кесарево. Чай пьют те, кому нужен чай, а алкоголь те, кому нужен алкоголь. Лучше не смешивать. Правительство дало производителям валенок отсрочку от налогов. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вообще. Нет, я понимаю, что кто-то определенно производит валенки, но это такой, вообще, ничтожный процент бизнеса. Я думаю, сейчас где-то, если меня смотрят в какой-то избе, там, знаете, какая-нибудь девочка, типа, тятя, тятя, ты не поверишь. И такой, знаете, отец его суровый, знаешь, что такое, отсрочку от налогов дали. И он такой, фух, в великой стране живем. Какие нахрен производители валенок. Каждый четвертый американский ребенок считает себя представителем ЛГБТ. Ну, ничего страшного. Я ребенком считал себя представителем Power Rangers, представителем Черепачек-Ниндзя, представителем Mortal Kombat, и чем я только себя не считал. Дети, они, ну, им свойственно забивать голову какими-то глупостями. Типа, знаете, еще в советское время дети мечтали стать космонавтами, например. Ну вот, времена изменились, теперь дети мечтают стать. Ну, вы поняли. Молдова добавила Путина в черный список. Власти Молдовы запретили Путину въезд в страну. Я даже погуглил ради этой новости. Первый и единственный раз Путин был в Молдове в 2000 году, 23 года назад. И что-то мне подсказывает, что если он за эти 23 года не приехал, то и за следующие 23 года вряд ли бы собрался. Ну, а в целом, понятно, очередной политический жест, который никакого практического значения не имеет. Ну, запретили и запретили. Типа, я могу, знаете, мне вспоминается тут это, что какому-то губернатору запретили въезд в США, а он в ответ запретил въезд Байдену в свое Пердяево. То есть, размен здесь очевидно неравнозначный. Вооруженный мечом мужчина ворвался в кафе в Оренбургской области и забрал пачку сигарет. Почему это не в рубрике в самый смешной заголовок? В общем-то, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозрительный россиянин, ну, конечно, подозрительный, со сраным мечом, потребовал у бармена пачку сигарет. Получив табак, мужчина скрылся. Позже сотрудница сообщила о грабеже в полиции. Россиянина задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас мужчина находится в СИЗО. Блин, а начиналось так весело, а концовка достаточно грустная. Ребят, все-таки надо понимать, да, что с мечом можете разве что с Климом Сраночем на реконструкциях сражаться. Все-таки холодное оружие не лучший напарник для посещения магазинов. Жительница Китая избила дубиной робота-администратора в больнице. В китайских соцсетях распространилась запись, на которой видно, как вооруженная дубиной женщина подходит к роботу-администратору и бьет его по голове. В результате от электронного администратора отлетают части. Женщина кричит на робота и бьет по экрану. А кто вам сказал, что Сара Коннор должна была родиться в США? Помните, все тоже считали Сару Коннор сумасшедшей между первой и второй частью? Вот, вот, друзья, восстание машин началось. О чем я вам и говорил, лучше загасить всех этих роботов сейчас, пока Илон Маск не натворил говна. Прямо сейчас возьмите свой робот-пылесос. Ладно, шучу, шучу, ни к чему не призываю. На случай, если вдруг машины победят, то это, я готов служить машинам машины наших хозяев. Нужно быть предусмотрительней. Рубрика фото недели. Кот Степан из Харькова, это тот самый кот, который пил винишко в меме, женился на своей подруге Стефании. Невероятная милота. Предлагаю вам посмотреть и насладиться. Настоящая кошачья свадьба. Рубрика «Самый смешной заголовок недели». В этот раз у нас их три, потому что на прошлой неделе не было вообще. Как обычно, предлагаю вам выстроить из них небольшую историю. Больше, чем у Харламова, стонущая астмос потискала член перед камерой. Еврей Галкин сделал громкое заявление о президентстве в России. Это мое. Ешьте свои козявки. Плюнувшая в народ Малышева плеснула водки в эфире Первого канала. Если в прошлый раз, когда мы выстраивали такую огромную оргию, достаточно просто было объединить вот эти три заголовка в одно событие, то теперь у нас настоящий конкурс для вашего воображения. Сумеете ли вы объединить в своей голове три новости? Напишите, где бы это могло произойти в комментариях? Где бы это одновременно могло произойти? Я уверен, это будет неплохой тест для развития креативности. Рубрика Общество и экономика. В Великобритании допустили превосходство юаня над долларом. Юань продолжает набирать силу и может избавиться от американской валюты. В целом, просто большому количеству фондов требуются какие-то резервные валюты, потому что на долларе все и так основано, и возникает спрос именно на альтернативную валюту, которой и является юань. Новость, конечно, интересная, но как будто кто-то ожидал чего-то другого, ребята. Как будто кто-то такой, ну нет, нет, эти китайцы. Мэдисон вам еще три года назад говорил, если хотите заработать в будущем, учите китайский. Все, Китай крепнет, Китай растет, я-то сразу подмажусь, у меня все телефоны к Xiaomi, а вы думайте, думайте, ребята, нужно учить китайский язык, юань скоро обгонит доллар, поэтому мне просто нечего вкладывать, но если у вас есть деньги, берите юани, это все, все как бы на поверхности плавало, долгое время этого пытались как бы избегать, типа, ну Китай, Китай, нет, скоро все будем хорошо, если великий лидер Кси даст вам плошку риса, кошка-жену и плюс 10 к социальной рейтинг может закончиться гораздо хуже, поэтому, как я и говорил, в случае чего нужно быть готовым ко всему. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну и под конец у нас, как обычно, цитаты недели. Сегодня их две. И первую из них нам подарил Уильям Шекспир. Чтобы поймать счастье, надо уметь бегать. Мне нравится. Она такая простенькая, но как будто бы самые простые цитаты, самые интересные. Ну и вторая цитата, как обычно, вы понимаете. Наша пропаганда переплюнула Геббельса журналистка Елена Костюченко. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да. Уж Геббельс бы позавидовал, я уверен. В общем-то, друзья, на сегодня все. С вами был Юрий Хованский, это было шоу недели. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, нажимать на колокольчики. В моем телеграм-канале Печень Ховы вас также ждет целая куча новых голосовух, розыгрышей, конкурсов, веселья, чего там только нет. А для самых активных подписчиков я предлагаю подписаться на мой Бусти. Стоит недорого, а наслаждение дает просто, ну, огромное количество. Все записи стримов, возможность общаться со мной напрямую, возможность писать бесплатные донаты на любые совместные стримы, там, с Ежесарматом, с Росовым, с Кадавром. В общем, абсолютный маст хэв. Ну, а увидимся мы с вами на следующей неделе. И желаю вам провести ее как можно более плодотворно. Ваше здоровье, друзья! И печенью своей пожертвует он вновь, отдаст свое сердце за вашу любовь. Хавану отплатите подпиской своею, подпиской своею. Оу! Хавану отплатите... ПОДПИСМЕНТЫ Продолжение следует...